Маршал Кортерд и Дарк Лимитед Верно. По какому вы вопросу? Меня зовут Эндрю Хопкинс. Я звоню на счет вакансии менеджера по продажам вашей компании. Очень заинтересовало ваше предложение. Ни слова больше, мистер Хопкинс. Приходите на собеседование завтра в час дня. Простите, но у вас в объявлении не указан адрес. О, право, что же это я? Прошу прощения. Баркинг Стрит 55. Благодарю вас. Еще один вопрос. Если мне не изменяет память, вы также не указали поле деятельности вашей компании? Вы обо всем узнаете на собеседовании. Спасибо. И собеседник Хопкинса бесцеремонно бросил трубку. Что ж, подумал Эндрю, могло быть и хуже. Он искал работу вот уже полгода. И все никак не везло. Увы, опыта Хопкинсу здорово не хватало. Закончив университет, он поработал всего раз, но уволился уже через три месяца работы в компании. У меня ведь просто не было выбора. Правда. Не было. Успокаивал себя Эндрю. Босс был отъявленным мудаком. Этот мистер Джонс. Кажется, так его звали. Ну и ладно. Зато теперь повезло. Хопкинс встал рано утром. Достал свой лучший, хоть и поношенный костюм. Гладко выгладил рубашку и брюки. Почистил ботинки. Хорошенько вымылся, оделся и застыл перед зеркалом, разглядывая свое отражение. Это твой день, Эндрю. Только твой. Схватись за эту возможность. Твердил он себе. Непросто все снова. Замечание было справедливо. Ведь Хопкинс провалил уже семь собеседований. Каждый раз формулировка отказа варьировалась от «У вас недостаточно опыта» до «Мы вам перезвоним». Эндрю добрался до офиса Маршал Картер и Дарк Лимитед где-то за час. Дверь офиса напоминала вход в какой-то дорогущий джентльменский клуб. Тяжелая дверь из черненного дуба. Колотушка и логотип. Кажется, из чистого золота. Декоративные колонны по бокам. В общем, есть от чего оробеть. Трижды стукнув колотушкой в дверь, Эндрю поразился, насколько бесшумным получился стук. Он уже собирался постучать еще раз, когда дверь открылась, и перед ним предстал сурового вида швейцар в строгом фраке. Оглядев Хопкинса с головы до ног, он спросил. «Эндрю Хопкинс?» Тот кивнул. «Проходите. Мистер Дарк ожидает вас в комнате на втором этаже. Благодарю вас!» Только и смог вымолвить Эндрю, застыв на пороге. Швейцар вопросительно поглядел на него мгновение, а затем сделал приглашающий жест. Хопкинс очнулся и вошел. Внутри было темно. Тяжелые портреры на окнах, мебель из темного дерева, богатая черная обивка. Эндрю медленно шел по коридору, заглядывая по пути в комнаты, где сидели строго одетые клерки. По-видимому, его будущие коллеги и строчили на старомодных печатных машинках. «Странно, в наш-то век технологий!» подумал Хопкинс. Из-под двери справа внезапно полилось странное синеватое сияние. Затем послышался приглушенный вскрик. Эндрю застыл и обернулся на выход. Суровый швейцар покачал головой, а затем кивнул на лестницу в конце коридора. Хопкинс вдохнул свежий воздух, который все еще был ему доступен через открытую входную дверь, и стал подниматься наверх. На втором этаже, взору незатейливого соискателя, открылся коротенький коридор с тремя дверями. На каждой из них золотым тиснением было выгравировано имя «Мистер Маршалл», «Мистер Картер» и в конце коридора «Мистер Дарк». Стены в этом коридоре, кажется, были облицованы особенно дорогими панелями черного дерева. Стоял запах залежавшейся пыли. Впрочем, ее самой нигде видно не было. Хопкинс подошел к двери в конце коридора и дважды постучал. «Войдите, мистер Хопкинс», раздался властный голос с другой стороны двери. Эндрю повиновался. «За... здравствуйте», промемлил было он, но тут же одернул себя. «Здравствуйте, мистер Дарк». «Прошу, Эндрю, присаживайтесь». Дарк, чье лицо было скрыто в тени, сделал приглашающий жест в сторону стула с фирменной, как понял Хопкинс, черной обивкой. «Я рад, что наша вакансия заинтересовала именно такого человека, как вы». «Вы знаете обо мне?» опешил Эндрю. «Я знаю все о многих, мистер Хопкинс, включая вас. 26 лет, безработный, на собеседованиях невезучий за недостатка опыта. Что ж, я могу вам помочь». «Помочь?» «Я думал, вы собираетесь взять меня на работу?» От волнения Эндрю вновь начал мемлить, а не говорить. «Увы, нет, но я помогу вам найти работу, Эндрю», промолвил Дарк, и глаза его блеснули в тени. «Но как?» Хопкинс был совершенно сбит с толку. «Очень просто». Дарк открыл выдвижной ящик со своей стороны и выложил из него на стол небольшие карманные часы. «С помощью вот этого». Эндрю издал нервный смешок. «Ха-ха, простите меня, мистер Дарк, но как, с помощью карманных часов во имя всего святого я получу работу?» «Святое здесь ни при чем. Это непростые часы, Эндрю. Вы знаете, я вроде как антиквар. Да непростой. Мы здесь специализируемся на очень интересном антиквариате. Антиквариате, имеющем особое свойство, как сейчас модно говорить, на аномальном антиквариате. Эти часы, им более 100 лет, и первых владелец, как и все последующие, был очень везучим человеком. Ваша задача будет в том, чтобы подтвердить нашу гипотезу или опровергнуть ее. За это вы сможете оставить часы себе ваше полное распоряжение до самой вашей смерти. После этого я или мой преемник вновь заберем их. Сделка? Эндрю вздохнул. Всего лишь пожить с часами и при этом иметь возможности, но в случае их неработоспособности сдать их в ломбард, верно? Абсолютно. Подтвердил Дарк. Что ж, тогда черт с ним. Сделка. Спустя неделю после этого разговора, Эндрю таки нашел настоящую работу. В его кармане на собеседовании лежали часы Дарка. Еще спустя месяц он женился на топ-модели. Спустя год Хопкинс вошел список миллионеров журнала Форбс. А спустя два... Спустя два года Хопкинса случайно застрелили, когда вели под конвоем в комнату охраны казино, где он вызывал подозрения из-за своей чрезмерной везучести. В офисе Маршал Картер и Дарк Лимитед мистер Дарк откинулся в кресле и трижды дернул за веревку звонка. Вошел швейцар. Чего изволите, сэр? Джон, кажется, мистер Эндрю Хопкинс готов платить по счетам. Вы знаете, что делать. Так точно, сэр.